Итак, дорогие друзья, здравствуйте! Запасайтесь бутербродами, чаем. Сейчас будет интересный тест про дисплей. Про дисплей во множественном числе. Этих трех прекрасных смартфонов. LG G6, iPhone 7 Plus и Samsung Galaxy S8 Plus. Я уже неоднократно говорил, что я не очень переношу AMOLED... Да ну е-мое. Уже неоднократно говорил, что я не очень переношу AMOLED матрицу. И мне вот OnePlus 3 не зашел. Потом через какое-то время я взял OnePlus 3T. Но тоже он мне не зашел. Там не эталонная матрица AMOLED была. А вот здесь, ребята, все матрица-матрица из AMOLED экранов именно. Но все равно, ребята, у нее есть свои проблемки. Если на, к примеру, низкой яркости экрана я могу читать свой LG G6 ночью, книжки с него там или играть, или еще что-нибудь там. Никаких полос не бежит, ничего нет, никаких проблем нет. То, ребята, уже с Samsung Galaxy S8 я так не могу сделать, потому что появляется бегущая полоса, которая реально напрягает. Так сейчас, на чем бы вам показать? Ну вот сейчас, не знаю, будет видно, не будет. Давайте понижаем. О, как раз спросил человек, Илья, как ощущение по глазам не бьет Samsung? Блин, как раз вот прям в тему. Сейчас, ребята, даже. Ну вот, видите, я не знаю, видите вы или не видите. Сейчас давайте включим картинку другую, потому что так, короче, плохо просто видно. Дабы пример вам привести того, что происходит. Ну вот, видите, какие полосы огромные. Видите, они никуда не деваются, я же говорю, просто... Ну вот, вы видите, все прекрасно. Не знаю, видите вы или не видите опять, как это все передастся через камеру, и как на YouTube это будет. Ну, в общем, при маленькой яркости экрана, здесь глаза, конечно, как уставали, так и устают на Samsung S8 и S8+. Ну, тем не менее, экран у него, в принципе, зачетный. Эталоны среди матриц на AMOLED именно. Но на E-PES Иван Ярцев добавил комментарий. Илья, как ощущение в глазах от Galaxy S8+. Ну, вообще, прикол. Прикол, прикол, прикол. Вот, сейчас вам покажу. Комментарий как раз. Вот, слушайте, вот вообще, только начинаешь, короче, как раз что-то делать, и сразу спрашивает человек, ну, вот, пользователь. Или как ощущение в глазах. Так. Ну, ладно. Ну, в общем, что по ощущениям в глазах, ребята. Ну, если бы я пользовался этим одним смартфоном, Samsung Galaxy S8+, тогда бы, скорее всего, у меня зрение бы начало напрягаться, потому что, я же говорю, у меня вот это проявилось. Я уже 10 лет пропользовался AMOLED смартфонами. С 2007 года первые они вышли. И вот, по 2016 год, через 9 лет, у меня вот только начало какое-то напрягаться как-то зрение от них. Сейчас, слава богу, с Samsung Galaxy S8 я использую еще iPhone 7 Plus и еще LG 6. Получается, на все смартфоны у меня нагрузка по 33%. Сотку разделить на всех три, по 33% и 33 доли процента, получается. И поэтому у меня глаза не так сильно напрягаются. Если пользовался одним Samsung, возможно, напрягались бы сильнее. И опять же, я не использую его с маленькой яркостью. Яркость где-то от процентов 40 уже нету этого мерцания дурацкого. Глаза не так напрягаются. И ночью я читаю либо LG 6, либо iPhone 7 Plus. Я читаю с них книги. Вот, закачал себе целую библиотеку книжек. Сейчас Библию читаю, короче. Библию читаю сейчас и Джорджа Мартина «Игры престолов». И вот, короче, еще сколько у меня всего здесь, посмотрите. Сколько я всего здесь накачал. Вот это все буду, все это прочту. Я вообще обожаю читать просто. Ну, читаю в день часов по 5-7. Но, к сожалению, блин, не художественная литература всякой херни. Художественную литературу я люблю больше, чем техническую литературу, научную литературу. Много читаю про космос, про медицину, про генную инженерию, про микробиологию, про всякую такую херобору. И про, конечно, смартфоны, технологии, вот это все. А на художественную литературу, мою любимую, у меня остается всего там, ну, процентов 10-15. От 100% сколько я читаю в день всего остального. Ну, ладно, сейчас не об этом разговора. Ну, в принципе, и о том тоже. Потому что, если бы я читал на AMOLED, я не знаю, у меня, может, глаза бы уставали сильнее намного. Я это все читаю на iPhone 7 Plus. И на LG G6 у меня библиотека вообще из тысячи книг уже. Из тысячи, там, 12, тысяча, не помню, 1015 или 1012 книг у меня уже на LG G6. Из них я прочел уже, ну, где-то под 800 книг я прочел, короче, уже все за года. В общем, с 2009 года начал я качать, где-то там усиленных, или с 2007 года, не помню уже, короче. В электронном формате. До этого я читал на компьютере, до компьютера я читал в бумажном формате. Ну, а так, ребят, вообще, чтобы не убивать зрение, конечно, читайте на бумаге, на журналах или еще где-нибудь. Или вот купите электронную книжку. На электронной книжке, вот эта электронная книжка, ей уже 3 года, она вообще шикарно работает. Она и падала, и роняли ее, ну, она в кожах и в чехле. Единственная проблема была в этой книжке, то, что вот этот чехол, он ужасно вонял первую неделю. Мы его летом вывесили на солнце, летом 13-го года купили. О, уже 4 года будет этим летом этой книжке, офигеть. На этой книжке уже прочитано, блин, сотни, сотни книг, ну, и сотни книг, мои любимые. Но, понимаете, в чем ее удобно, у нее нету подсветки. А книжка электронная с подсветкой, она уже вредит глазам, как и смартфоны, собственно говоря. Поэтому это без подсветки специально такую и брали. Тогда уже были с подсветкой. А эти все, естественно, с подсветкой экраны. И они, естественно, посильнее будут бить по глазам хоть IPS-матрица, хоть Херес-матрица, хоть Аморет-матрица. Надо понимать, что все равно зрение вы свое погубите, если будете читать со смартфонов. Но, вот, тем не менее, нет, нет, вот такой я идиот. На ночь я, когда уже засыпаю, там вообще вырубаюсь уже от усталости. Я все равно читаю с айфона или с экрана LG G6. Ну, все, ребят, давайте теперь поскакали по экранам. Посмотрим фотографии. Ну, картиночки посмотрим. Посмотрим экран, углы обзора. LG G6. Фу. iPhone 7 Plus. iPhone 7 Plus. Вот такая наклеечка забубенная для прикола. Так. О, 15 часов, 15 мая, 55 минут. 15, 55, 15. Вообще прикол. Люблю такие совпадения. В общем, экран. Мне экран очень нравится. Очень нравится экран iPhone 7 Plus. Я его считаю вообще практически эталонным экраном. Лучше он в мире? Нет, скорее всего. Лучше он по IPS-матрице? Тоже нет, скорее всего. Ну, для меня он эталонный экран, потому что, ребят, ну, у меня от него глаза вообще не болят. И у него нет таких проблем, как есть у LG G6. Но сейчас поговорим обо всем со временем. Ну, опять же, у него есть свои минусы перед LG G6 экраном. Почему? Потому что он черный цвет, к примеру. Я недаром поставил эту картиночку с губами. С губищами. Смотрите, как отображается и там, и там. Здесь красный. Это красный цвет. А здесь красный. Выходят валы на LG G6. Это вот такая проблема на LG G6. Но зато обратите внимание, какой глубокий черный здесь. Здесь уже черный сереет под наклонами. Цвета уже начинают градировать. А на LG такой проблемы нет. Ну, хотя, ребята, вот, к сожалению, камера этого не передает. В жизни это заметно. Вот камера это не передает. Вот тут, к сожалению, никак вам не смогу это показать. Ну, давайте посмотрим. Здесь две эталонных IPS-матрицы. Давайте посмотрим и там, и там. Ну, вот, видите, здесь красный уходит вал, и здесь красный остается красным. Увы, к сожалению, так. Еще какие-то картинки вроде одни и те же, а вот. Ну, а смотрите, какой здесь черный цвет на LG G6. Шикарный просто цвет черный. Шикарный. Так, да что за... Почему картинки так идут в разнобой? Серый цвет. Остается серым и там, и там, в принципе. Ну, зашибись. А ну вот. Начал сейчас пересматривать сериал Breaking Bad. О, ребята, масло масляное вообще. Так у него он сейчас заходит, потому что сейчас смотрим канал такой про путешествия. Короче, два паренька. Ну, русская девушка, она женилась на канадце. Его зовут Джон, короче. Ее зовут Ева. Джон и Ева называется. Канал, они путешествуют по всему миру. И по России, и по Украине путешествовали. Там сейчас в Америке путешествуют. Автостопом по всему миру. Ну, молодцы. Прикольные ребята, очень позитивные. Мне очень понравились. Посмотрите канал Джона и Ева. Это такая добрая реклама от меня, скажем так. Так. Ну, мне, по крайней мере, нравится. И почему я начал про них говорить? Потому что я вспомнил, что они как раз были в городе, где снимался фильм, этот... Не Акапулька. Как-то я забыл, как из башки вылетело. Где Breaking Bad снимался фильм во все тяжкие. А, Эль Куперки как-то, Мандукерки. Короче, забыл, блин. Ребята, ну вообще, ладно. Теперь будет точить меня весь обзор. Забыл, как называется город этот. Из башки вылетело. Блин, так неприятно. Хотел быстро сказать. Короче, вылетело из башки. Как-то. Эль Дукерки или как-то так. Эль Букерки, не помню. Вот созвучно как-то так. Ну, в общем, смотрите. Две IPS-матрицы. Шикарные, в принципе. Обе, у обоих шикарные углы обзора. Но одно минус в том, что она черный цвет немножко серит. А этот минус красный цвет немножко делает валый цвет. Вот у каждого свой минус. Ну, вот и на камеру я не знаю, почему. Может из-за того, что здесь пленочка наклеена, здесь стекло по-разному отображается. На камеру почему-то постоянно LG голубит. В жизни такого нет, ребята. Я не знаю, что за ерунда. Опять пошли картинки в разнобой. Так, ну, давайте еще светлую покажу вам. Две эталонных IPS-матрицы именно для меня, ребят. Я же объясняю. Очень нравится. Ну, опять, ну, вот этот вал и цвет уходит здесь в кубики. Здесь они красные остаются. Но камера, к сожалению, не передает так. И YouTube еще пожмет картинку. Поэтому не знаю, что там получится на обзоре. Так, ну, смотрите. Черный и зеленый. Классные обои. Ребята, все эти обои, блин, можно скачать в приложении. Обои Zebra, обои HD, обои 2016, обои 2017. И также в каком-то из обзоров я выкладывал. Сейчас просто не могу выложить заново. Зайти, потому что в Яндекс.Диск пароль забыл. От Яндекс.Диска своего. Там у меня эти обои и многие другие тысячи обоев. В коллекцию собирал, которые лет 15. Я выложил для вашего использования. Качайте на здоровье. Ну, найдите под каким-то из обзоров. Будет ссылочка на Яндекс.Диск. Сам я сейчас не могу заново зайти и выложить. Потому что, я же говорю, забыл пароль от Яндекса. И забыл, на какую почту регистрировал. Потому что у меня этих почт штук, блин, 20. И пароли от всех этих почт я держу в голове. Так. Ну, ребят, что-то не знаю. Здесь еще и обоев. Общих не так уж и много. Чтоб еще показать. А, ну вот. Эльбукерки, кажется, называется город. Вот я вспомнил. Эльбукерки. Еще песня такая есть. Мистер Хайзенберг. Ну, смотрите, ребят. Ну, что, классно. Вообще, классно. Шикарные. Шикарные. Экраны на обоих смартфонах. Шикарные обои. Шикарные IPS-матрицы. Ну, в общем, ну, не знаю. Ну, просто вообще шикардос. Мои любимые экраны это вот эти два. Но, ребята. Плохой это значит, что плохой экран Samsung S8. Нет, ребята. Там неплохой. Да, ну, е-мое. Долбанутый iPhone. Хочется обматюкать его. Уж так. Убираем потихонечку все. Пока матюки не полетели. Так. Ну, ребятки. Давайте посмотрим теперь, как то же самое все. Так. Сейчас я зайду. Секундочку. Чтоб какие-нибудь титики-метики не выскочили здесь. Так. Вот. Смотрите. Те же самые обои. На Samsung Galaxy S8+. Давайте немножко яркость убавим. Чтоб не засвечивало. Сейчас у меня стоит режим экрана основной. То бишь, немножко блеклый. Ближе к правильным цветам, которые передают экраны IPS. Потому что здесь цветовое значение очень завышено. Очень неправильно выходят за sRGB показатели очень сильно на AMOLED-экранах. То бишь, перенасыщено. Все, проще говоря, простым русским языком. Все перенасыщено. Все цвета на экранах AMOLED. Но здесь, тем не менее, можно подстраивать. И здесь поприятнее подстройка sRGB. Вот это. По балансу sRGB. Нежели на том OnePlus 3. OnePlus 3T. Где это, блин, какой-то... Answain Usai. В общем, не знаю. Мне-то не нравится, конечно, в 3T. Ну, в общем, обои. Давайте найдем те же обои. Я, по-моему, пролистал. Где-то улыбочка это была. Мона Лизы. Слушайте, или вообще здесь нет. Хотел губки эти показать. А, вот они. Ну, вот, смотрите. Видите, здесь черный цвет нереально черный. Такой истинно черный. Вот он сливается вообще так классно. Датчик этот мигает. Он мигает на камеру только. Датчик приближения, скорее всего. Или датчик света. Не знаю. Короче, ну, вот он черный. Когда черные обои, он как черная ночь сливается вообще. Офигенно смотрится Samsung Galaxy S8. Очень мне нравится, как он лежит в руке. Ношу его без пленок, потому что получаю вообще блаженство от тактильных ощущений, когда его юзаешь, мацаешь. Но надо понимать, что, в принципе, такое же удовольствие я получаю и от этого, и от того смартфона. Но от каждого своего. Потому что здесь металл такой. Ух. А здесь, как бы, стекло с металлом. Но с другой стороны, он, можно сказать, лучше всех лежит в руке, потому что он меньше всех. Ну, можно сказать, немножко эти грани скользят. Но, опять же, немножко. Потому что есть смартфоны, где они сильнее скользят. Ну, кстати, тот же iPhone 7 Plus тоже немало скользкий. Граните по бокам. Ну, в общем, давайте найдем, сравним с LG G6. Ту же самую картиночку. Да, ёханый бабай. А, вот. Ну, вот, смотрите. Так, ну, что-то опять забеляет как-то камера. Так, а, Samsung взял почему-то. Гляньте, я автояркость отключил. Я вообще не пойму. Как это так? Автояркость я отключил. А на самом деле сейчас взял, повысилась. Яркость повысилась. Цирк какой-то. Так, давайте здесь немножко повысим. Ну, вот, смотрите. Где вам картинка нравится? Экраны там и там. 3К почти. Огромное разрешение. На iPhone Full HD здесь уже 3К почти разрешение экрана. На LG G6 и на Samsung Galaxy S8 Plus. Как-то не знаю. Тут сейчас немножко белит картинку. Ну, ребят, не знаю. Честно скажу. Мне и там, и там картинка нравится. Но как-то здесь все-таки вал и цвет уходит. Под углами обзора. Под углами градация небольшая происходит. Ну, не знаю. Так практически градация незаметна. Так, давайте дальше посмотрим еще картинки. Да, вот цветастую вот такую посмотрим. Ну, ребят, в принципе. В принципе. Ну, немножко теплит. Даже на основном экран, по-моему, Amoled. Ну, это понятно. Потому что Samsung, потому что он на Amoled. Белый цвет посмотрим. Вот какая-то херня происходит. Я не знаю, что. В жизни такого нет. Какой-то голубой оттенок не уходит. LG G6. То есть, на камеру постоянно уходит. Мне-то не нравится ужасно. А то, что на камеру желтит. Ну, вот полосы появились, кстати, на Samsung даже не с маленькой яркости. Видите, что какая херня. А то, что желтит экран Samsung, этого не видно. Давайте помню. Да, даже вот так полосы. Ну, вот видите, что происходит, ребята, с экраном на Amoled. И какой-то, блин, кадр, блин, какой-то, блин, Кент писал мне раза три, что нету. Когда у меня, когда я еще Samsung не купил, нету, там, мамой клянусь, нету Шима на новых Samsung. Я ему говорю, как нафиг нету, когда еще Наташа, это Шигайлова, протестировала, сказала, что Шима остался, никуда он не ушел, блин. Ну, вот такие люди находятся с приветом, которые все равно там берутся утверждать, что нету этих полос на экране Galaxy S8 и S8 Plus. Все, ребята, есть. Так. Ну, смотрите, черный цвет, в принципе, великолепен, NLG G6, но под наклоном он, конечно, уже немножко теряется, темнеет, картиночка. На Samsung здесь углы обзора просто эталонные. Ну, ребята, Шим остался, Шим никуда не делся и будет бить по глазам, опять же, если будете использовать ночью его или вот, может, какие-то читать книги. Я не знаю вообще, как он проявляется, где и когда, но вот вроде про маленькая яркость. Сейчас яркость не маленькая, но, тем не менее, полосы мы с вами увидели эти дурацкие. Цвета. Цвета, в общем, шикарные там и там. Надо понимать, что сейчас я поставил здесь экран основной, самый маленький по контрастности такой, по перенасыщисти цветовой. Здесь классно, картинки идут подряд. Ну, смотрите, здесь мне картинка сейчас это больше нравится, как выглядит на LG, не знаю. Ну, вот здесь, конечно, на LG тихий ужас. Через камеру в синий цвет уходит. Серый цвет, ну, примерно там и там одинаков. Вот, ну, опять полосы появляются на Самсунге. Ну, видите, что за херня. Вот, LG, как ни крути, никаких полос нету, нету. А на Самсунге эти полосы, вот эти ужасные. Ну, вот видите, что происходит на Самсунге. Телефон 60 тысяч рублей стоит. Так. Ну, это надо понимать, что не телефон виноват, а это виновата AMOLED матрица его. Это проявляется на AMOLED матрицах. Так, ну, смотрим дальше картинки. Ну, ребят, вот реально шикарные экраны и там, и там. Вот Арни. Блин, Арни, конечно, красавчик. Культовый человек на нашей планете. И киногерой, и спортивный герой. Так. Ну, вот понемножку здесь все-таки теплит экран, в желтизну уходит. Более правильная передача цвета все-таки на LG. И опять эти полосы на Самсунге. Ну, в общем, и там, и там хорошо показывает. Если не сцепляться к экрану Самсунга, то, что он теплит, на нем полосы идут. О, теплит, говорил теплит. А вот сейчас посмотрите, как здесь желтый цвет он вообще убивает полностью. Здесь желтый остается желтым, как он и есть картинка. Это на самом деле такая перенасыщенная. Потому что я на компьютере смотрел, на телевизоре с IPS матрица, на планшете с IPS матрица. iPad mini 4 у меня. iPad Air 2 тоже. И на них смотрел, там эта картинка вот такая есть. А здесь она совсем блеклая, потому что режим экрана основной стоит. И причем блеклая, обратите внимание, только желтый цвет. Все остальные цвета ж не блеклые были. Ну, в общем, странное поведение. Немножко экрана у Самсунга. Ну, вот и сейчас здесь черный цвет лучше, чем здесь. Как-то не знаю почему. А вот маска опять голубит на LG. Здесь нормально маска на Самсунге. Ну, в общем, вот такие маленькие странности. Непонятно мне, что к чему и почему. Так, теперь давайте сравним его. Начнем с места с трансформеров, с этих. Страхформеров. Так. И посмотрим, они вообще здесь есть. Сравним с iPhone 7 Plus. А, их здесь нет. Зашибись. А, а, а. Так. А что ж там сравнивать тогда? Здесь есть такие картиночки или нет? Ага, есть. Замечательно. Смотрим. iPhone 7 Plus. Samsung Galaxy S8 Plus. Вот эти два основных конкурента, ребята, конечно. Ну, что мы видим? Здесь краснит немножко такой. Прям насыщает красный цвет. Здесь все-таки он по-нормальней, по-естественной выглядит на iPhone 7 Plus. Извиняюсь за это непотребство, потому что они все залапаны. Ну, ребята, они лапаются все в хлам. Так. Какие там еще картинки общие есть? Ну, зашибись. Надо искать теперь. Искать, 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 искать. Вы видите, какие-нибудь картинки похожие? Так. Ну, вот две красные картиночки такие. Ну, красиво и там, и там смотрятся, не знаю. Тут, видите, плотность пикселей намного больше. Поэтому картинка должна казаться четче. Ну, не то, что казаться, она должна быть четче на самом деле. Так. Белый цвет давайте посмотрим и там, и там. Ну, опять полосы на Самсунге, даже не на маленькой яркости. Ну, вот такая петрушка, видите. Так. Здесь. Да развернись ты. Смотри, насколько экран зато больше на Самсунге. Вообще, iPhone по сравнению с ним карлик по экрану. А при этом iPhone дубина по сравнению по габаритам. Ну, опять же, кому-то этот экран не нравится. Многие мне уже говорили из знакомых, из друзей. То, что считают. Ну, реально похож на хот-дог. Я сам сказал еще, после меня начали повторять и мои друзья. То, что он вытянутый, короче. Ну, что ж поделаешь, ничего страшного. Ну, соотношение сторон такое. 18-9. Если было 16-9, вот он был бы такой же, как iPhone 7 Plus с большими толстыми рамками. По цвету, в принципе, ну, не знаю. Там и там хорошо отображается. Вот человечка этого найду или нет. Ага, нашел. Отлично. Street fighting. Ну, смотрите. Теперь как-то голубик немножко, блин. Samsung по сравнению с IPS на iPhone 7 Plus. Не знаю. Да, и здесь цвета перчаток более правильно переданы. Здесь немножко как-то перенасыщено все. К сожалению. Так. Ну, это не значит, что экран у Samsung плохой. Экран замечательный. Мне он тоже очень нравится. Но нравится в своем. Этот нравится в своем. Каждый в своем. Понимаете, эталона в мире, блин, просто уже нету. Сейчас столько смартфонов выходит. Каждый месяц новый смартфон. Ну, здесь, в принципе, экраны хорошие. Ну, ребят, какие можно сделать выводы? То, что экраны у всех хороши. Если у вас нет проблем, нет непереносимости никакой. AMOLED матриц. Спокойно можете пользоваться и экранами с AMOLED матрицей. И не напрягаться ни по какому поводу. Так, картинок жалко. Так, давайте посмотрим эту. Там и там. Красивая картинка такая. Ну, и там, и там она классно выглядит. Вообще никаких проблем нет. Давайте углы обзора посмотрим. Ну, и углы обзора шикарные там, и там. Ну, я думаю, опять же, на Samsung углы обзора должны быть еще лучше. Потому что он на AMOLED. Думаю, углы обзора будут еще получше. Ну, в принципе, ладно, ребят. Можно уже подытаживать. По экранам. Все эти смартфоны шикарно хороши. Но еще более-менее какими-то... Здесь нет практически ручных настроек. Здесь нет нарушенных настроек экрана. А вот в Samsung, я вам даже могу быстренько показать. В Samsung есть настройки экрана. И их немало. Вот, смотрите. Автоматическая яркость. Фильтр синего. Ну, фильтр синего там и там есть. Режим экрана основной. Можно выставить фото AMOLED. Более насыщенно. Еще более насыщенно фильм AMOLED. И вообще, вырви глаз, адаптивный дисплей. Ну, у меня стоит основной сейчас. Мне он больше всех нравится. Разрешение. Также можно менять экрана. С Full HD на HD. Масштабирование экрана можно делать. Но это уже функционал. Это уже как бы к картинке не относятся. Ну, и все, собственно говоря. И все. Так, подожди. Где этот режим простой? Тут еще... А, нет, не сюда зашел. Главный экран. А, вот основной. Здесь еще где-то можно было... А, вот подстраивать еще можно цвета. Не знаю, как включить это сейчас. Надо переключить, что ли, в этот... Адаптивный. Да, в адаптивный переключить. И можно еще вручную. Можно подстраивать цвета. Делать теплей. Картинку холодней. Можно управлять цветовым балансом. Повышать значение этих цветов. Синий, красный, зеленый. Ну, вот, в общем, вот такая, в общем, более всесторонне развитая настройка экрана на Samsung Galaxy S8 и S8 Plus. И это меня, конечно, радует. Что есть выбор у человека. Потому что здесь эти смартфоны выбором ограничены. Только тем, как их откалибровали на заводе. То бишь, и все. Ладно, дорогие друзья. В общем, вы поняли. Экран на всех трех смартфонов замечательный. Нареканий никаких у меня к ним нет. Претензий никаких нет. Все, дорогие друзья. До новых встреч. Всем всего хорошего. Пока-пока. Турун-турун-тун. Чук. Доволен всеми тремя смартфонами полностью и экранами ихними. Это такое PS, послесловие. Все, еще раз по-кеда. Турун-турун-тун. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok